Привет, друзья! А сегодня я хочу представить вам самую что ни на есть горячую трибридную новинку от компании Кинера. Название которой Хёта, именно так оно правильно произносится, посвятили мрачному слепому богу из скандинавской мифологии, который когда-то там давно убил своего брата Бальдер и был отправлен за это в мир мертвых Хельхи. Им все это безусловно. Интересно, ребята, но нас с вами, конечно, больше интересует не столько окутанная мраком скандинавская мифология, сколько звук этой новинки, в которой за него отвечают три разных излучателя, а это один 10-миллиметровый динамический с двойным магнитом, один арматурный К10-012БА, разработанный собственноручно компанией, один электростатический. Импеданс у них 8, чувствительность 106 дБ, стоят наушники почти 300 долларов, а продаются в магазине Pickup Audio Store. Ну а мы с вами, как всегда, начинаем с оценки упаковки, комплекта и внешнего вида новых наушников. Хотя, я думаю, многими так уже ясно, что со всем этим у компании Кенера ожидаемо все отлично. Итак, друзья, минусовать в этом разделе совершенно не за что, потому что Кенера верна своей богатой и роскошной презентацией. Отсюда только сплошные плюсы. За красивую шестигранную коробку с изображением самого бога кованого колючей проволокой, за новый очень качественный модульный кабель с двумя модулями на 4,4 и на 3,5, за пять пар амбушюр от Final Audio, за четыре пары бежевых эластичных амбушюр, за три пары разноцветных, за красивый серый чехол с выдавленным клеймом HET, за щетку для очистки звуководов, за красивый шестигранный буклет, естественно, за внешний вид и сборку этих наушников. Корпуса у них целиком металлические, имея сплющенную форму и благодаря этому очень глубокую посадку в ухе. По оформлению же это минимализм, но симпатичный и мрачный минимализм. И еще немного времени я даю вам на то, чтобы вы более внимательно рассмотрели этот красивый двухцветный кабель. Так что, повторяю, друзья, минусовать и критиковать Кинера в этом плане совершенно не за что. Сейчас переходим непосредственно к звучанию HET, знакомимся с их графиком АЧХ и с их подписью, знакомимся с их тональным балансом и кратко разбираем частотку по частям. Итак, перед нами снова V-шка с заметно акцентированным мид-басом, с придавленной на 5 дБ серединой и, конечно, приподнятыми верхними диапазонами. Но V-шка, которая в реальности все-таки воспринимается более нейтральной и более мягкой, чем ее график. Кстати, в случае с HET совершенно не стоит брезговать длительным прогревом, ибо они очень хорошо на него реагируют и буквально уже через 10-15 часов раскрываются совсем иначе. Если сразу из коробки они могут показаться немного агрессивными на верхних частотах и легковесными на низких, то после хотя бы недлительного прогрева воспринимается уже более гладкими, более приятными и совсем немного более массивными на низких. Итак, первый плюс ставлю за плотный, немного тепловатый мид-бас, который имеет нормальный панч, который обладает неплохим контролем и обеспечивает в любой музыке хорошую телесную основу, отлично при этом выводя не только ударные инструменты, но и хорошо подчеркивая плотность акустического или струнного баса. А минус ставлю все-таки за немного мягковатые текстуры и запросевшие в стоке саббас, из-за чего этому диапазону сначала совсем немного не хватает массы и в хорошем смысле темного объемного гула. Однако напомню вам о прогреве, который частично, и это не из разряда мне показалось, решает эту проблему, а также о подборе амбушюр, при помощи которых тоже можно будет немного подкорректировать количество саббаса и тем самым слегка утяжелить этот диапазон. Например, мне с этим помогли справиться амбушюры с широкими звуководами. Несмотря на провал в центре средних частот, оцениваю их очень положительно за общий мягкий тембр, за хорошее разрешение, за большое расстояние между образами, за объем и вес нот, а также за неплохую передачу вокала. Голоса, конечно, не дышат вам в лицо, не окружают вас со всех сторон, но и не ощущаются сильно зажатыми или отдаленными от слушателя, а наоборот воспринимаются близкими, натуральными и достаточно богатыми на передачу мелизмов и других нюансов. Ну а агрессия или острота верхних-средних частот не уходит здесь за рамки комфортных, но приходится, например, в металлических стилях как нельзя кстати, где так порой необходим подчеркнутый лязг и фирменный виск электрогитар. Не знаю, какими они покажутся сильно чувствительным к этому диапазону людям, но мне их прозрачность и злость, повторюсь, показалась вполне обоснованной. За общий объем виртуальной сцены тоже ставлю плюс, так как она здесь не просто широкая, но еще и имеет хорошую глубину и достаточно эффектно передает наслоение второстепенных планов. Верхние частоты получают положительные оценки за свою неплохую протяженность, за хорошее разрешение и информативность. Всевозможных обертонов, разных тембров и затуханий здесь, друзья, на мой взгляд, вполне предостаточно, потому что все акустические инструменты и перкуссии звучат в ход очень подробно и насыщенно, а минус получают из-за немного распущенного и хаотичного звучания, особенно сразу из коробки. Нет, здесь нет никакой синтетики или битого стекла, а есть поначалу некоторая несобранность или грубость. Поэтому я бы был абсолютно не против, если бы этот диапазон сделали более гладким и мягким. Конечно, в теории прогрев на арматуре и электростат повлиять никак не может, но, возможно, благодаря низким частотам, которые после него здорово уплотняются и буквально прорезаются, возникает неплохой баланс с верхним диапазоном. И высокие на их фоне перестают уже казаться сильно навязчивыми. Если же вам так не показалось, то советую прибегнуть к помощи пенных амбушюр, которые еще сильнее смягчают и разглаживают этот диапазон. Синий график это 100, красный хёд с пенными амбушюрами. Думаю, вам прекрасно видно, насколько сильно пенки прижали пик на 9 кГц и, можно сказать, почти обезопасили их. Признаюсь, друзья, сразу из коробки хёд меня не сильно-то и впечатлили, особенно своими детальными, но немного неокультуренными верхними частотами. Но уже буквально через пару дней они здорово изменились, на мой слух, и прям заставили пересмотреть моё отношение к их звуку. Однако в конце обзора я по-прежнему не могу рекомендовать их приобретению в ИЧ-фобом, особенно слепую или без предварительного прослушивания. Всех остальных эта модель, по идее, должна очаровать и обаять своим тепловатым, детальным и насыщенным, особенно на средних частотах звучания, который, на мой взгляд, хорошо показывает себя практически в любых жанрах, включая очень качественно записанный металл. Повторяю, очень качественно записанный. Более дешёвые и совсем противоположные альтернативой Кенера могут стать, например, Янин Алладин, которые предлагают более нейтральное и более натуральное звучание, в котором практически всегда при любых обстоятельствах и в любых жанрах отсутствуют напрягающие слух моменты. Ну или наоборот, более эмоциональные старшие братья Алладин, Янин Кеннон, которые отличаются гораздо большим количеством саббаса, и более спокойными, но и одновременно более простыми в сравнении с ХЁД верхними частотами. Теперь подытожим, друзья, и думаю, будем с вами уже прощаться. Плюсы этой модели. Шикарный комплект, классный внешний вид наушников и кабеля, приятный тональный баланс, упругий и ударный мидбас, очень насыщенная детальная середина и информативные верхние частоты. Минусы сразу из коробки немного саббаса, не самые информативные в плане передачи текстур низкие частоты и слишком выделенные, опять же, из коробки верхние. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и бить в колокол. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok